Как сохранить здоровые зубы? По статистике, проблемы с зубами имеют более 80%. Однако, уверяют стоматологи, сохранить белоснежную улыбку можно до самой старости. Не спешите вырывать зубы. Кариес и его осложнения, повышенная чувствительность зубов, болезни Десен – самые распространенные стоматологические проблемы. А для людей старшего возраста еще актуальна частичная или полная потеря зубов. Это случается, если зубы не лечить, а удалять, что, к сожалению, нередко предлагают неквалифицированные специалисты. Иногда удаление зуба неизбежно. Но если возникает такая ситуация, обязательно нужно обратиться к опытному стоматологу. Существует много способов, если не полностью, то хотя бы частично сохранить зуб. Например, когда образуется киста плохо вылеченного зуба, поможет резекция верхушки корня. После этой операции зуб остается в кости челюсти. На нижней челюсти при заболеваниях многокорневых зубов иногда применяется гемисекция разделения корней, при этом больной корень удаляется, а здоровые остаются. При пародонтитах также проводятся хирургические операции, которые могут спасти зубы от выпадения. Вставные зубы будут как родные. Что делать тем, кто зубы, увы, уже потерял? Какие бывают протезы, как их лучше выбрать? При полной или частичной потере зубов применяются протезы. Они бывают несъемными и съемными, говорит врач. Несъемные при качественном изготовлении хлопот не доставляют. Самый простой несъемный зубной протез – вкладка из прочной керамики, которая нужна при сильном разрушении зуба, когда невозможно сделать качественную пломбу или коронка. Если часть зубов потеряна, то изготавливаются мастовидные зубные протезы. Съемные протезы, в свою очередь, делятся на частичные и полные. Полные съемные протезы обычно устанавливаются, когда во рту не осталось зубов. Главным их неудобством считается то, что их нужно снимать на ночь и чистить после каждого приема пищи. Сейчас в стоматологии есть все возможности не доводить полость рта до такого состояния. Но для этого требуется усилие не только врачей-стоматологов, но и пациента, ТЕ, тщательная гигиена полости рта, регулярное посещение стоматолога для лечения зубов и парадонта. Если во рту имеются несколько зубов, то лучшей конструкцией будут частично съемные бюгельные протезы. Они хорошо крепятся на имеющихся во рту зубах, достаточно легкие, к ним быстро привыкают. По опыту большинства наших пациентов, бюгельные протезы после вечерней чистки на ночь можно не снимать. Но какой лучший протез подойдет больному, может определить только врач. Если позволяет материальное положение и нет противопоказаний, вызванных общими заболеваниями или недостатком костной ткани в челюсти, то лучше установить зубные имплантаты. Зубные имплантаты вживляются на место потерянных зубов, не причиняя при этом никакого дискомфорта пациентам. Они, как собственные зубы, восстанавливают 100% жевательную эффективность. За щеткой идите в аптеку. Для того, чтобы сохранить зубы до глубокой старости, нужно посещать стоматолога не реже одного раза в полгода и применять качественные зубные пасты. Зубные щетки необходимо менять один раз в три месяца. Если пациент не знает, какую щетку выбрать, нужно покупать ту, на которой написано слово «медиум-средняя жесткость». И очень важно правильно чистить зубы не менее двух раз в день, утром и вечером. Желательно, чтобы зубную пасту тоже подбирал врач-стоматолог. Зубные пасты следует покупать известных производителей и лучше в аптеке. Также не стоит верить рекламным обещаниям насчет целебных свойств зубных паст или жевательной резинки. Ни одна паста не обладает эффектом восстановления зубной эмали. Жевательная резинка только механически удаляет зубной налет, но не защищает от кариеса. Вместо жвачки для очищения зубов лучше применять другой способ, который советовали еще земские врачи. Утром и вечером съедать по одному твердому зеленому яблоку, советует стоматолог. Не следует забывать и о еде, разрушающей зубы. Прежде всего, это кислотосодержащие соки, особенно свежевыжатые, апельсиновый, лимонный, яблочный. Если каждый день пить утром или вечером такой сок, то через 1,5 дефис 2 месяца возникает чувствительность зубов в 80% случаев. Поэтому, если любите фреши, лучше пить их через соломинку. Еще зубы могут разрушаться у тех людей, которые любят грызть кости, семечки или раскалывать зубами орехи. Как вычислить хорошего стоматолога? Главный критерий – профессионализм. Врач должен быть опрятным, осмотр пациента производить исключительно в перчатках и маске. Если это все соблюдено, то с большой вероятностью можно говорить о хорошем специалисте. Также желательно посещать врача-стоматолога по рекомендации знакомых, плохого никто не посоветует. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Присоединяйтесь к сообществу. Ваша поддержка поможет нам создавать еще более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня! Субтитры создавал DimaTorzok